Конструировав Discovery, разработчики вынуждены были пойти на компромисс только в одном. В жертву проходимости принесли управляемость. Из шести Рейнджа убрали стабилизаторы поперечной устойчивости, обеспечив рекордную артикуляцию мостов. Впрочем, в 1994 году стабилизаторы всё же вернули, поскольку машина получилась уж слишком валкой. За проходимость Discovery, кроме артикуляции, боролись тяговитые двигатели, удачная развесовка, отличные показатели геометрической проходимости, прочная подвеска и понижающая передача 3 к 1. Это самый большой показатель среди гражданских автомобилей. Позже к ним добавились противобуксовочная система и система помощи спуска с холма, расправление Discovery третьего поколения, автоматические блокировки дифференциалов и, наконец, знаменитый Террейн Респонс. Для машин с противобуксовочной системой, такие как Discovery 2, именно на них стали ставить противобуксовочную. В общем, такое препятствие без проблем проходится, если, конечно, не торопиться и положиться на умную электронику. А вот для Discovery первого поколения, который пойдёт следом, это уже серьёзная проблема. И только мастерство пилота может помочь разобраться с ней. Ну, как видите, все, кажется, грибут и машина ездит. Не сдаются лодроверы, молодцы. Даже старенькие машины, которые уже... Я даже не знаю, сколько здесь... А если она 94-го года выпуска, приблизительно 15 лет. Справляется с бездорожьим, даже таким сложным. За годы производства устройства, изобретённые в Land Rover, стали применяться во многих внедорожниках практически всех марок. А вот что думают о своих Discovery владельцах. Эта машина, отчасти, я бы сказал, ностальгия по поколению простых и надёжных автомобилей. Вот, потому что сейчас, к сожалению, эта эпоха ушла. Вот, а эти машины до сих пор ещё живут, и, в общем-то, верой и правдой служат, как бы, своим хозяевам, которых, в общем, достаточно много. Ну, и в целом, можно сказать, что Land Rover довольно сильно изменил жизнь мою, в плане того, что открыл какие-то новые свои человеческие возможности, о которых я раньше не подозревал. Этот автомобиль, друг, который меня никогда не подводил за эти пять лет, он всегда довозил меня или до дома, или в случае мелких поломок до сервиса, но всегда это делал сам. Ни разу не пользовался эвакуатором. Автомобиль действительно легендарный. Land Rover – это не только автомобиль, это некий дух, некая общность, на мой взгляд. И хорошо, что это продолжается. Вот за пять лет я не заметил, что изменилось отношение моих друзей, владельцев и Land Rover, к своим автомобилям, что мы только сплочённее, наверное, становимся, а дружество и любовь к марке не уходит. До сих пор не знаю, на что его менять. Вот в машине уже пять лет, никаких не было сбоев в работе ни разу. И хочется уже менять на что-то новое, но пока не вижу достойных конкурентов по, скажем так, экстерьеру и по интерьеру автомобиля. Не говоря уж о его надёжности. Продолжение следует...